люди всем привет из сочи сегодня 26 июня сегодня я заканчиваю цикл передач про димаша отвечу на последний комментарии и очень подробно более меня отвечу на наверное единственный адекватный комментарий за все это время человек просто не то создать мне вопросы я сейчас отвечу на них значит смотрите я буквально позавчера выложил одно из первых интервью дима самое первое интервью димаша я выложил я выложу для вас казахстанцы я я подчеркиваю я обращаюсь не казахом а казахстанцы это немножко разные вещи в казахстане живут также другие ценности до русские татары украинцы немцы корейцев много для прав узбеков и так далее каркалпаки там всякие почему вы на меня обижается я не вот ей богу я не пойму я про димаша просто рассказываю со своей точки зрения чтобы вы имели стерео картинку значит такую стерео это когда у человека не один голоса 2 он смотрит и два уха вот почему у человека два глаза не два они один и два уха чтобы разные мнения слушать и по-разному смотреть на вещи понимаете поэтому я прекрасно отношусь димашу прекрасно отношусь казахской эстраде много рассказал про розу рыба его там про деятели культуры про тимура бекмамбетова там про егора кончаловского про этого саганжи сагдеев который на план казах да много-много вас прекрасно деятели культуры нет вы зациклились на этом димаш но я вам все равно доказал что я прав тушевел чистокровный казах не может быть вы обижаетесь такие игры я говорю так и чистокровный русский тоже не может быть гениальным безнаказанных есенин гениальный русский до 35 лет погиб все мы копались у димаша моя цель была докопаться я эту цель я достиг мне написал подписчик что бабушка димаша была татаркой незамудиного что и требуется доказать помните самый самый первый ролик у меня был один из самых про димаша это димаш он назывался это клон кунаева так вот у кунаева ей приводил что у кунаева бабушка татарка так у димаша она оказалась тоже и зовут их одинаково один мухаммед ну так вам я доказал свою теорию вот и все плюс она преподаватель я много раз говорю что в семьях офицерах преподавателей врачей учителей рождаются талантливые дети даже бабушка у него преподаватель биологии по-моему было вот результат вот и все что я хотел цель моих роликов спрашивает цель ваших роликов я не знаю какой зовут жан кулб я не знаю кто это я написал откуда вы как вас зовут целью одна из целей моих роликов пропагандировать мою книгу и потом конечно продавать но почему бы я не могу ее продавать будут покупать я буду продавать и чужой записал что ли да вот сержан рантье это мой на псевдоним серж жан рантье писательский посмотрите библиотеку она была на в интернете сейчас ее убрал только за деньги будет что цель моих роликов пропагандировать вкус музыкальный у населения у молодого поколения знакомить молодое поколение с разными песцами для того чтобы иметь вообще представление об эстраде второе я рассказываю вообще о ситуации в мире что такое эстрада мировая западная азиатская это разные рынки латиноамериканский рынок он другой но еще может быть один-два ролика и запишу для сравнения но ничего оскорбительного там вот про димаша я ни в ролики не говорю я просто говорю что еще ему надо расти вот и все проблема димаша отвечают на комментарии да значит объясню в чем он сейчас находится в переходном периоде он был вундеркиндом талантливым ребенком а сейчас он взрослый нужно все доказывать помогут на уровне детей все шло нормально на уровне юноши там все славянский базар сейчас он повзрослел сейчас тягаться уже не с детьми надо будет уже надо со взрослыми тягаться а извините на российской эстраде место не для него нету места для него вот о чем речь не я не я это придумал это просто очевидный факт это вам скажет и тот же буду грешна который будучи значит гражданином россии обсирает все русское не он не хочет ехать в крым он ненавидит российскую эстраду и все это он говорит только для казахов чтобы собирать ваши лайки а подписчики у буду гришна это 80 процентов женщины и смотрит его 80 процентов женщина после 55 лет вот вся его аудитория все подписчики 62 тысячи все пенсионеры подписались на буду гришну значит вопрос номер два как вы думаете димаш угроза для будущего поколения и в культуру что это за вопрос димаш угроза либо будущего поколения но знаете вопрос как совершенно неконика некорректно абсолютно некорректной но я все равно постараюсь на него ответить является ли димаш угрозы для будущего поколения в культуре в какой-то степени да потому что прививается бескусица понимаете если бы димаш нес что-то но но какой-то новый продукт эксклюзивный продукт да вот например какая-то действительно песня эксклюзивно пусть он заплатит деньги там кому-то там не знаете прекрасно возьмут стихи тогда это может выстрелить а так он перри перепевать старой песни 80-х 70-х 90-х годов 2000 годов перепевки перепевки при да есть несколько песен новых да но это это игоря крутого second hand это то что у игоря крутого в чулане завалялась понимаете то что не взял там например киркоров не взял там басков там не условно говоря там лолита миляфская не взяла все что ник никому не нужно он вот это вторсырье вот этот second hand вот это он отдал димаш упой вот это пой вот это понимаете это вторая проблема третья проблема должен человек нести в себе сочетание трех например желательно трех компонентов звезда значит хорошее пение внешность он должен танцевать и он должен играть на каких-то инструментах но вот например джексон обходился тем что он пел гениально и танцевал гениально но он сам писал песни вот это вот это бил джин это его написал самый первый то пусть димаш напишет такую песню вопросов не будет спой нормальную песню такую дик чтоб выстрела дальше у димаша нету веселых песен практически нет есть какие-то казахские там песни на на веселая вот нашел да все заунывное все грустно но кому это нужно на западе ну поймите потом по-английски поют плохо почему потому что петь по-английски это не просто по-английски во первых нужно четко проговаривать это специальная техника вакана вот николай носков этому в америке специально обучился да каждый звук нужно по-другому петь не так как по-казахски или по-русски дальше акцента быть не должно вообще кто будет слушать чужого исполнителя в той же америке с акцентом никто поверьте мне в англии вообще там никого нет там только свои только свои англоязычные но не негров тоже дофига но они уже там родились понимаете значит у димаша нету в песнях ритмической основы понимаете то есть начинается песни и должна быть какая-то фишка вот например соловьиная рощи тухманова тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан то есть тогда это как бы измененная доля в музыке называется синкоп ну так и простыми словами объясняю то есть усиленная там доля или разделенная то есть раз два раз два три раз два два раз два три вот так объясняла по простому это как бы фишка должна быть или например u300 pulse майстра песня с чего начинается ты тоже самое только чуть-чуть изменил том-то ду-ту-у-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту то есть как гипнотический дырит по кругу ты не ты ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Я уже, понимаете, уже начинаю напевать, чтобы вам поняли. У Димаша нет ни одной темы. Поймите, ни одной темы, которую можно было напевать. Как вот раньше было. По телеку показали, и на следующий день вся страна поет. Из каждой форточки. Сейчас, говорит, из каждого утюга звучит эта песня. Ну, нету Димаша, нету. Понимаете? Я показал сегодня в ролике, сколько у него подписчиков. 300 тысяч в Ютьюбе, 40 тысяч в ВКонтакте, и фан-группы разные. Там 8 тысяч, там 20. В Инстаграме у него 26 тысяч подписчиков. Мне пишут, что у него миллиард, миллиард поклонников. Мне пишут, что скоро весь мир заговорит по-казахски. Что скоро весь мир запоет по-казахски. Но Димаш поет не только по-казахски. Дальше отвечаю. Если бы Димаш был вашим сыном, что бы вы посоветовали? Я бы посоветовал Димашу уехать в очень хорошую вокальную школу в США или в Англии. Может быть, во Франции. То есть, с таким как бы с прицелом на какой рынок он будет ориентироваться. Потому что, я напомню, есть такие вот рынки, например, латиноамериканские, очень непредсказуемые. Например, Дин Рид, вот советский певец, он после США был очень популярен в Латинской Америке. В США он не был популярен. В Латинской Америке он был суперзвездой. В Аргентине он жил долгое время. Потом он переехал в Италию, там в Испанию. Потом в ГДР, потом по Советскому Союзу это непредсказуемо, невозможно представить, где выстрелит. Вот именно Димаш может понравиться в какой-нибудь Болгарии. Вот объясню на примере. Вчера говорил про Юрайхип. Вот песня Джулай Мунин это не официальный второй гимн Болгарии. Вот именно в Болгарии они его любят, понимаете. Ну, так вот получилось. Димашу нужно с прицелом на какую-то страну, например, на Китай. Хорошо. Значит, пускай едет в Китай, специально обучается китайской вокальной школе. То есть, ему нужен продюсер мощный, который в него вложится целенаправленно, чтобы захватить какой-то огромный рынок. Например, Китай это огромный рынок. Претензии Димаша тут понятны, потому что там продать миллион пластинок за 30 секунд в Китае это нормально, понимаете. Можно и миллиард продать, наверное, да, за 10 лет. То есть, вот что бы я посоветовал Димашу. Ему нужен хороший западный, не его отец Канад, который был работником Министерства культуры, насколько я понял, да, что, в принципе, тоже сказалось на том, что он его там помогал раскрутить. А нужен нормальный западный продюсер. Если нет нормального иностранного специалиста, шансы нулевые. Сразу говорю, нулевые. Его будут приглашать, Димаша, повторюсь, его будут приглашать на выставки, на какие-то экспозиции, на какие-то конкурсы, на какие-то фестивали. Но так устроен мир, что приглашают одного из России, одного из Казахстана, одного из Татарстана, одного из Беларуси, другого из Украины. Отовсюду, понимаете? Потому что не могут все артисты быть с одной стороны. Вот, например, нужен человек вот с такой внешностью, да, с прекрасной, очень красивой парень. Нужен. Кого взять? Начинает смотреть в Среднюю Азию, Китай кого? Возьмем Димаша. Почему? Потому что Димаш, он и по-русски поет, и по-казахски поет, и по-китайски поет. И как бы рынок СНГ охвачен. Интерес есть к нему? Есть. Берут Димаша. Все. Дальше. Четвертый вопрос. Димашу всего лишь 25. И вы сравните его с легендарными певцами. Почему? Может, Димаш того стоит? Я же говорю, что вокалу можно учиться всю жизнь. Вот Бельмондо, великий артист, да, и он же итальянец, по-престорию, не француз. То есть, опять же, вот моя теория работает. У него отец был скульптором, и 80 лет он ходил по выставкам, по музеям. И Бельмондо уже, великий актер в то время, он говорит, пап, а почему ты вот ходишь-то? Ты же уже все, ты всего добился. Он говорит, сынок, пойми, творческая профессия это такая вещь, в которой нужно всегда стремиться к совершенству. Поэтому я и сравниваю Димаша. Все познается в сравнении, поймите. Но мне вот обидно, что приходится такие элементарные вещи объяснять. Я про Димаша, может быть, один-два ролика еще запишу, и все. Потому что бесполезно людям, вот бесполезно. Вот видят, вот сплошная агрессия в отношении меня. Я много разговариваю, что мне Димаш нравится, но я просто показываю, куда ему расти. Вот что бы я вам сказал. Вы бы поддержали молодых исполнителей, у которых есть талант и как? Да, конечно, я бы поддержал. Я более того скажу, великие вот наши маэстро, они поддерживали, они помогали. Тот же Марк Бернес помогал как мог. Он давал свою визитку, там звонил. Я считаю, если ты можешь помочь, помогай. Не деньгами, а помогай советом, помогай как-то, вот если ты кого-то знаешь. Вот я в Лондоне, когда на радио был, познакомился на вечеринке с одной украинской девушкой из Днепропетровска. Вот. У нее грудь была пятого размера. Она говорит, я пою. Говорит, мне надо устроиться. Она только приехала. Я тут же позвонил Михардаду Бади, говорю, вот так, есть девчонка, послушай. Все. Она мне звонит на следующий день, говорит, с меня там поляна. Ну, так она меня не позвала никуда. Но она пела уже, через два дня она уже пела на какой-то свадьбе. Шикарный голос. И хохлушки очень талантливые. Вообще, украинцы очень талантливые. Вот так бы я помогал. Поддерживать надо, на государственном уровне надо. Я же говорю, что Димаша стипендиат государственный. Для чего вообще, в принципе, нужно завезать, помимо всего прочего? Когда будут очередные выборы, вот, помяните мое слово, Димаша будет выступать в поддержку какого-то президента. Плохо это или хорошо? Это нормально. Это не плохо, не хорошо. Это как бы вот, они работают в связке. Его поддержит власть, он власть тоже поддержит. Все. Понимаете? И то же самое Пугачева. И Кобзон также поддерживает все. Понимаете? И Лещенко поддерживал. Все, кто не поддерживал Абадзинский, плохо, плохо закончили. Но, извините, Абадзинского любил весь народ. И до сих пор, и про Абадзинского сняли сериал. Вот сейчас идут, эти глаза напротив. По первой программе идет, всем рекомендую. Классный сериал. Следующий вопрос. Вы желали бы, чтобы был мир на всей земле, всем было бы хорошо? Конечно, да. Я бы желал, чтобы был мир на всей земле. Я рос в 70-е годы, осознанно, когда Брежнев пропагандировал мир во всем мире. Но, к сожалению, история человечества это сплошные войны. Война, война. Вот откройте любую страницу учебника истории. Война, война, война. Революция, война. Война, революция. Буржуазная революция, промышленная революция, еще какая-то революция. Китайская революция, японская революция. Сплошные войны, сплошной геноцид. И ваши ролики про Димаша стоят ли этого? Нет, не стоят. Я понял, что это бесполезно. Серьезно бесполезно. Ролики про Димаша мне ничего абсолютно не дали. В плане только того, что я еще раз переосмыслил свое видение, свой опыт. Подписчиков не прибавилось, просмотры прибавились, монетизации практически нет, потому что там идет всегда песня, авторские права. То есть мне, кроме геморроя, это ничего не дало. Но я надеюсь, что моя миссия выполнена. Если хотя бы 5% тех людей, которые прослушали мои ролики, они задумались хотя бы о том, что есть еще другие певцы, что раньше пили немножко по-другому.